Всем привет! Меня зовут Лео. И в этом шоу вы узнаете всё, и даже больше о звёздах шоу-бизнеса. Какие у них планы на будущее, что скрывают в прошлом, обещаю, будет интересно. Сегодня у меня в гостях брутальный парень, у которого очень много татуировок и фанаток. Встречайте, Артём Кит! Артём Кит – певец, автор песен и экс-солист группы М-Бэнд. По его словам, уже с юных лет он научился использовать своё обаяние для достижения целей, и сегодня он это докажет на 100%. Привет, Артём! Прежде чем начать, расскажи, как твои дела и как вообще настроение. Привет, Лев! Всё супер, спасибо, что пригласили. Жду интересного интервью. Всех интересует вопрос – когда всем ждать от тебя новый альбом? Вот что касается альбома, это вопрос такой достаточно сложный, потому что я всё-таки сторонник того, что пока не будет большого супер-хита, я, наверное, за альбом не сяду, потому что хочу, чтобы всё-таки альбом услышало как можно большее количество людей. И вот буквально сейчас, мне кажется, я нащупал свой стиль в музыке, и как только родится этот первый огромный большой хит, тогда я сразу приступаю к альбому. Ты уже двух лет сольный артист. Расскажи, каково тебе в этом статусе? Классное ощущение. Я помню первый год свой, как только вышел из группы и стал сольным артистом, и наше ощущение, как будто у тебя раскрылись большие такие крылья, и ты летишь. Это необычно после того, как ты пять лет проработал в коллективе. Это сложно, но от этого и интереснее. Как сильно изменился твой стиль музыки? Стиль музыки, мне кажется, меняется вместе со мной, потому что я взрослею, я меняюсь, у меня внутри тоже меняется всё, и поэтому, мне кажется, стиль музыки, он у меня не меняется намеренно, он просто растёт вместе со мной. Поэтому за эти три года тоже было немало перемен, и сейчас, мне кажется, грядёт ещё одна такая достаточно значительная перемена во мне. Какую из твоих песен ты сам любишь больше, чем остальные? Да, есть песня, называется «Без тебя», одна из самых любимых моя, и вот сейчас трек, который я буду выпускать буквально через неделю-две, наверное, это сейчас мой самый любимый трек, но пока его ещё никто не слышал, но скоро услышите. А как ты создаёшь свои треки? Какая должна быть атмосфера? Должно быть темно, на студии должен быть определённый свет, такой чуть-чуть тускловатый, потому что когда дневной свет, мне не работает. Поэтому студия должна быть без окон, тёмная, проветриваемая, и, конечно же, я должен быть полон сил, энергии, потому что если я чуть-чуть уставший, то там не до работы вообще. У тебя много татуировок? Почему ты их любишь и что они означают? Не знаю, почему я их люблю, но вот как-то с детства я видел себя уже всего в татуировках и просто с возрастом дополнял, дополнял, дополнял. Ну, я просто себя так чувствую изнутри, и я не могу смотреть на себя, и мне кажется, как будто так было всегда. То есть я уже настолько ассоциирую это с собой. Конечно же, они все что-то означают, но их очень много, и я думаю, целой передачи нашей не хватит, чтобы прям рассказать про каждую из них. Очень быстро меняются тренды. Что нужно знать, чтобы быть успешным? Если честно, я вообще не слежу за трендами, я никогда не считал себя модным, я считал себя стильным. Модный человек – это тот, который следит за модой, за трендами, за самым хайповым, что происходит сейчас. У меня такого нет, я все-таки ищу свой какой-то стиль, вкус, свое направление, свою дорогу. Поэтому, чтобы быть успешным, прежде всего, нужно работать над собой постоянно, каждый день, и расти над собой. Поделись своими планами на ближайший год. Что ждать фанатам? Много новой музыки, много нового контента, много нового визуального изменения, в том числе и фотосессий, и видео, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, я думаю, что в этом году мне хочется все-таки уже начать писать свой первый сольный альбом. Спасибо тебе! На этой ноте мы переходим к трем необычным вопросам и заданиям от зрителей. Коробочку в студию. Итак, у меня есть коробочка, в которой спрятаны вопросы и задания твоих фанатов. Достань три бумажки и выполни то, что они просят. Окей, поехали. Значит так, проговори без запинки. Баркас приехал в порт Матрас, матрос принес на борт Матрас, портрум Матрас Матрас Матроса, порвали в драке Альбатрос. По-моему, без запинки. Засчитаем. Выполни задание от предыдущего гостя, им был блогер Герман Глаз. Рассказать по своей девушке, какая она. Вот там она сидит за кадром. У меня самая прекрасная, самая добрая, самая любимая и самая нежная девушка на планете. Ее зовут Лиана, и она просто душа моя. Это было очень мило. Спасибо, дорогой. Так, ну и третье задание. Мы знаем, что в прошлом ты танцевал брейк-тансы. Покажи парочку классных движений. Давай вот такое просто смотри. Это все, что я помню, это было очень мило. Засчитано. Класс, спасибо. Молодец, ты отлично справился со всеми заданиями. А теперь переходим к финальному этапу. Блиц-опрос. Признайся, как часто тебе хочется съесть какую-нибудь гадость? О, практически каждый день. Но я себя сдерживаю. Сколько времени ты проводишь в телефоне? Очень много. Хотелось бы поменьше. Но такая жизнь. Почему нет корма для кошек со вкусом мышек? Так, ну, наверное, потому же, почему нет корма для собак со вкусом кошек? Почему взрослые корчат лица малышам? Да не только малышам, мы друг другу корчим лица частенько. Почему все скульптуры голые? Вау. Нет, ну почему все? Не все. Есть полуприкрытые, но в целом... Ну почему, но... Почему? Ну, потому что так надо было в то время. Это был регламент задокументированный. Ну ладно, это засчитано. Артем, спасибо тебе за то, что пришел в гости и ответил на все вопросы. Спасибо, что пригласил. Сегодня у меня в гостях был Артем Кит. Увидимся через неделю в это же время. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok